В Кремле подтвердили, что в администрации президента работал Олег Смоляков, которого в СМИ США назвали высокопоставленным агентом ЦРУ. Его должность не подразумевала контактов с президентом и участия в совещаниях, где он сейчас в Кремле не знает. СНН сообщает, что агенты якобы эвакуировали из-за боязни, что его выдал Трамп, а в свою очередь президент США заявил, что СНН лжёт на весь мир. В Кремле прокомментировали сообщение о шпионе в российской власти. Олег Смоленков действительно работал в Кремлевской администрации, но его должность не предполагала контакта с президентом и участия в его совещаниях. Ранее западные СМИ, в частности СНН, заявляли, что некий эвакуированный штатами из России агент, якобы считался, цитируя источником высшего уровня внутри Кремля, имел доступ к Путина и мог даже предоставлять фото документов с его стола. Российские СМИ предположили, что речь о бывшем сотруднике Кремлевской администрации Олеге Смоленкове, который в 2017 году уехал с семьёй на отдых в Черногорию и бесследно пропал. Это подтвердили источники в госорганах США. А журналисты спросили об этом у предсектора российского президента Дмитрия Пескова. Американские СМИ написали о некоем высокопоставленном и очень ценном агенте американской разведки, которого секретно вывезли из России два года назад. Газет «Коммерсант» выяснилось, что это мог быть Олег Смоленков. Он в разные годы работал в администрации президента посольства Вашингтона и аппарате правительства. Был ли такой сотрудник в администрации президента? Что об этом всём знает президент? Докладывали ли ему о ситуации? Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад он был внутренним распоряжением уволен. Его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей. Вот это единственное, что я могу сказать. Иной информации я не располагаю. Ну, все вот эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее, это, сами понимаете, такой жанр скорее палп-фикшн, криминального чтива. Поэтому это давайте оставим на их усмотрение. А несколько лет назад и когда? Точно не знаю. Но это несколько лет, то есть года, наверное, два или три тому назад. 16 или 17, правильно? Да, 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 16-17. То есть вы подтверждаете, что именно он был этим якобы агентом, да, который они выработали? Нет, я не могу это подтвердить, потому что я не знаю, был он агентом или нет. Такой уровень доступа к информации у него был. Был ли он на совещаниях с президентом? Нет, эта должность не предусматривает вообще как таковых контактов с президентом. Дмитрий Песков в СНН изначально сообщал, что агенты якобы решили вывести после визиты главы российского МИДа Сергея Лаврова в Белый дом. Оппоненты Трампа тогда заподозрили американского президента в передаче российским собеседникам секретной информации о деятельности запрещенного в России исламского государства, что якобы косвенно разоблачало и американского агента. Лавров сегодня заявил, что Трампа никаких густая на встречу в 2017 году ему не выдавал, а Смоленкова, которого называют шпионом, никогда не видел и не знаком с ним, комментирует глава президиума Совета по внешней оборонной политике Федор Лукьянов. Даже из того, что написал СНН, следует, что встреча Лаврова с Трампом никакого отношения к сюжету про вывезенного агента не имеет. То, что в результате не Трамп выдал агента, а СНН с чьей-то подачей фактически обнародовала, кто это такой, на мой взгляд, примета какого-то фантастического абсурда, вполне в духе внутренней ситуации в США, которая сложилась после прихода Трампа, развертывания там того, что некоторые американские комментаторы называют холодной гражданской войной. Федор Лукьянов. В ЦРУ информацию СНН назвали ошибочной. В Белом доме заявили, что эти сообщения потенциально ставят под угрозу жизни людей. Сам Трамп написал в Твиттере, что из-за низких рейтингов СНН теряет огромные деньги, а его международное дело вбрасывает фейковые новости по всему миру. Известно, что за время карьеры в госорганах Смоленков работал секретарем в российском посольстве в Вашингтоне. Бывший сослуживец Смоленкова рассказал о рейтинговой новости, что посольство Смоленкова занимался хозяйственными вопросами, включая его закупку служебных автомобилей, товаров для посольского магазина и для протокольных нужд, при этом выпивал больше обычного. Смоленков работал в посольстве в тот период, когда депмиссию возглавлял Юрий Ушаков, ныне помощник президента России и основной спикер по всем международным встречам Путина, в том числе с Трампом. Может ли этот скандал как-то повлиять на положение Ушакова, отвечает политолог Валерий Соловей. Я думаю, что это может повлиять, потому что история преданна гласности. Я не знаю, как там складывались все отношения с Патроном Владимиром Владимировичем. Если он не ушел в отставку, то значит Патрон эту историю принял. А как только история становится к состоянию известности, это очень не нравится президенту Российской Федерации. Это не означает, что он отправит Ушакова в отставку. Но любое привлечение внимания к таким особенно чувствительным вещам, это могут простить. Но привлечение внимания к этому факту очень президенту не нравится. Вне зависимости от того, сами ли вы привлекли внимание, или это кто-то сделал другое. Ушакова одолели журналисты на рифинге вопросами. Он сказал, что якобы этот человек даже не присутствовал и не предполагал, и что он будет присутствовать на каких-то мероприятиях, совещаниях, связанных с президентом. Это действительно так или, в общем, доступ есть? Конечно, есть доступ. Есть доступ к бумагам, которые циркулируют, к другим людям, к слухам. Это же комьюнити, где очень тесно и плотно общаются. Валерий Славей. В 2017 году только издание «Дели Шторм» сообщило про исчезновение Олега Смоленкова. Вместе с семьей его на знакомые написали. О заявлении в полиции было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Пропожи Смоленкова интересовались российские спецслужбы, сообщает источник Интерфакса. Телеканал NBC News утверждает, что нашел дом недалеко от Вашингтона, где может проживать текст агент СРО. Во всяком случае, он куплен людьми, чьи данные совпадаются с Моленковым и его супругой. Будучи ранее сотрудником посольства, Смоленков теоретически мог быть завербован, рассуждает член сайта по внешней оборонной политике бывший разведчик Александр Михайлов. Мог ли человек, который работал в администрации президента, прямо или косвенно иметь информацию о вмешательстве Российской Федерации к выборам в Соединенных Штатах? Я в этом глубоко сомневаюсь, потому что, во-первых, мы тогда просто должны признать, что американские избиратели не избирают своего президента, а американского президента избирает Кремль, что совершенно очевидно не соответствует действительности. Могли ли быть российские спецслужбы не в курсе существования информатора такого высокого уровня? Да, безусловно. Мы с вами прекрасно понимаем, что сегодня не требуются какие-либо личные встречи с дипломатами. Ведь на чем горит разведчик? А ведь, как правило, горит на связи. Контактные способы связи, наверное, в меньшей степени используются. Да и, в общем-то, они, наверное, не очень-то и нужны на данном этапе. Мы должны признать, что на сегодняшний день работать на этом участке сложно. Все это происходит в очень закрытом, латентном режиме, который сложно просчитывать. Либо удача должна быть, либо источник, который предоставлен... ...вывести из Москвы человека, ставшего источником информации о вмешательстве России в американские выборы, Вудворд описывает, как руководители спецслужб в январе 2017-го поинформировали Трампа о расследовании. Директор нас разведки Клэпер заявил, что сведения о вмешательстве получены от источников, которые не ошибались многие годы. Шпионский скандал разгорается между Россией и Соединенными Штатами. Американские СМИ рассказали о некоем разведчике, который якобы занимал в Москве крайне высокий пост, а после выполнения миссии был эвакуирован в Вашингтон. Началось все с репортажа CNN. В нем источники из администрации Дональда Трампа рассказали о своем агенте, который предоставлял сведения о работе Кремлевской администрации и планах российского руководства. Как позже написал New York Times, он был одним из наиболее ценных активов ЦРУ. Помог в расследовании вмешательства в выборы и взломы Национального комитета демократической партии. Также эта газета пишет, что шпион не входил в число приближенных Путина, но регулярно его видел и был в курсе решений Кремля. Его данные были настолько важными, но в то же время спорными, что в 2016 году в ЦРУ решили провести полную проверку всей полученной информации. После нее в ЦРУ забеспокоились о безопасности агента и решили вывести его из России. Сначала информатор отказался по семейным строительствам, но спустя несколько месяцев он все-таки согласился уехать. Возможно ли вербовка человека на высоком посту в администрации президента или в правительстве, отвечает эксперт по разведке и безопасности Ян Броницкий. Я уверен в том, что не следует и не стоит тратить силы каким-то, допустим, тем же самым спецслужбам, чтобы прямо вот явно заряжать некого человека. Как вообще становятся шпионами, разведчиками? Как вообще происходит предательство? Человеку можно либо купить, либо человек идейно на это дело идет, да, либо его принуждают к этому. Соответственно, исходя из этой логики, да, если у некоего человека есть возможность надавить на его болевые точки какие-то, то любой человек в окружении нашего правительства, не знаю, Кремля, чего угодно, он может стать шпионом потенциально. Здесь некий, может быть, выпал прецедент такой, да, когда человек, может быть, где-то проковывался, еще что-то случилось. Но говорить о том, что прямо это какой-то там шпион, шпионы так не проявляются, не попадают. Это все какие-то игры спецслужб. В репортаже CNN также говорится о встрече, которая прошла в 17-м году в овальном кабинете Дональд Трамп, Сергей Лавров и Сергей Кисляк, которые на тот момент были нашим послом в США, обсудили ситуацию в Сирии, разведданные, касающиеся запрещенной в России группировки «Исламское государство». При этом Трамп якобы раскрыл российским коллегам секретные сведения, предоставленные Израилем. Они были столь секретны, что американские спецслужбы даже не говорили про это своим союзникам. Но Трампа это не остановило. По мнению журналистов, эта история также связана с эвакуацией шпиона. Его эвакуировали в том числе и за опасение, что администрация Дональда Трампа неаккуратно обращается с данными разведки. CNN и спецслужбы намеренно выставляют Трампа идиотом, человеком, не способным держать язык за зубами, считает Донцен Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Георг Мерзоян. У нас есть факты. Факт в том, что американское разведсообщество действительно в какой-то момент стало скрывать от Трампа информацию. Что может быть связано как с тем, что они боятся Трампа, так и с тем, что они привыкли в принципе действовать самостоятельно, без оглядки на президента. Американское разведсообщество достаточно давно уже обладает значительной долей самостоятельности. И если линия Трампа на сотрудничество с Москвой идет в противовес линии ЦРУ, АНБ и других структур по якобы сдерживанию России, то, конечно же, какие-то вещи от Трампа будут намерены скрываться и утаиваться. Это как бы объективный факт. Что касательно CNN, то действительно информация об этом сразу же публикуется в СМИ, целью которых является шельмование Трампа и донесение до американского общества, особенно накануне выборов, в смысле о том, что Трамп идиот и не готов по профессиональным качествам занимать пост президента США, даже быть кандидатом. Поэтому здесь, в общем-то, сошлись позиции разных сторон. Действительно, американские спецслужбы, во-первых, контролируют часть средств массовой информации, во-вторых, американские спецслужбы занимаются тем, что дозированно сливают информацию нужным сторонам. Если им нужно сделать слив намеренной информации в прессу для того, чтобы ее опубликовали в их интересах, они это делают тоже. Ничего тут такого нету. Достаточно распространенная практика. Американская пресса не называет имени шпиона, но у наших журналистов уже появились предположения. Оказывается, в конце июня 2017 года на отдыхе в Черногории бесследно пропал вместе со всей своей семьей сотрудник управделами президента России Олег Смоленков. Это похоже на схему эвакуации разведчика. Он уезжает в третью страну под благовидным предлогом, ну, типа туризм или отпуск. Там его встречает куратор СРУ с новым паспортом и прощай Родина. Действительно ли Смоленков мог оказаться таким шпионом? Разобраться нам поможет Лев Корольков, эксперт по кризисным ситуациям, ветеран службы внешней разведки. Лев Иванович, здравствуйте. Добрый день. Давайте сначала. По-вашему, это реальная история или очередной вброс американских СМИ про русских шпионов? Вы знаете, может быть и то, и другое. Но, скорее всего, когда человек исчезает вместе с семьей, как правило, это чаще всего свидетельствует о том, что это вывод засветившегося агента. Очень похож на это. Ну, были ли же, наверное, уже случаи в истории, когда человек у власти в высоких кабинетах оказывался агентом? А можете примеры какие-нибудь привести? Давайте самого вязчивого. Это Александр Николаевич Яковлев. Вот, бывший член политбюро и секретарь ЦК КПСС, а позже он уже так же вышел из партии. Дело в том, что на него в течение длительного времени поступали документы о том, что у него имеются неконтролируемые, не докладывая им, когда он был послом еще в Канаде, встречи с представителями спецслужб противника. А моменты вербовки позже был установлен, или контакты, вернее, такого тут уровень, такой уровень обычно там вербовка и другое называется. Вот. Когда он учился в Колумбийском университете, вместе с Олегом Калугиным, бывшим начальником управления К, то есть контрразведки первого главного управления, то есть как бы сейчас служба внешней разведки, вот такие фигуры попали к ним и работали на них. Калугиным до сих пор еще там благополучно. Как правило, когда у человека начинается уже, он чувствует, что он засвечен, тогда его эвакуируют. Лучший пример Покеев. Я его, это мой слушатель, когда я преподал на спецкурсах, был очень толковый, со всеми хорошими характеристиками, но каждый человек ломается на определенном этапе, его вывели. Да. Лев Иванович, что касается самого Смоленкова, он вместе с женой работал в администрации президента. У них был доступ к каким-то секретным данным? Абсолютно, конечно. В администрации президента этих секретов, там большая часть информации все равно для служебного пользования как минимум. Кроме того, у него, безусловно, доступ к более высоким документам по степени загрифованности. То есть, с грифом секретно, или даже совершенно секретно, а возможно совершенно секретно, особой важности, увы, так называемой, конечно, был. А почему именно Черногория? Почему через Черногорию их вывезли? А Черногория удобное место, точнее, вывезли в страну, скажем, первого уровня, который относится к странам главного противника, так называемого. Черногория вроде как почти своя, хоть и член НАТО стала. Очень удобно эвакуировать. И что теперь? Вот по некоторым данным, Смоленков спокойно живет в Вашингтоне под своей фамилией. Не будет ли требований его выдать и так далее? Я думаю, это уже бесполезно, потому что он относится к отработанному материалу. Можно, конечно, выдачу его. Они его не выдадут, знамое дело, потому что это будет очень слишком плохой пример для другой там имеющейся у них. Она обязательно имеет с агентурой. Это для них был золотой период 90-е годы и начало нулевых, когда они могли устанавливать, такие изучать хорошо, а потом устанавливать рабочие контакты. Да, Лев Иванович, спасибо вам большое. Лев Корольков, эксперт по кризисным ситуациям, ветеран службы внешней разведки был с нами на связи. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об истории с американским шпионом, которого якобы сначала внедрили, а затем успешно эвакуировали из Москвы спецслужбы Соединенных Штатов. Российские политики пока ситуацию не комментируют. Продолжение следует...